Прошло уже 12 минут, но начинает чуть-чуть пощипывать, поэтому я думаю, что надо все это уже удалить. А кто-то, кстати говоря, из подписчиков у меня спрашивал, где вы покупали домашнюю сметану, домашнее молоко? Вот, мы сейчас идем по этой олеечке, и мы иногда сюда с папой ходим, но там впереди есть площадка. Вообще, помню, здесь когда-то в моей молодости была роща, мы на шашлык сюда ходили. И кто-то может сказать, а что-то мама челюсть всему радуется, что такое? Да человек я такой, знаете, жизнерадостный. Всем доброе утро, девочки мои. Начинается новый день. Снимаю я теперь через стекло. На улице холодно, плюс 4 градуса. Сейчас 7 часов утра, но я уже видео смонтировала. Как приятно все-таки, когда просыпаешься, утром смотришь, и на улице солнышко светит, небо чистое, и это прямо здорово. Настроение сразу поднимается от солнышка. Девочки, пока монтировала видео, и я вспомнила благодаря видео, что я обещала вам дать отзыв об этих всех чаях, которые я брала успокоительные на ночь. Ну, я вам говорила, что вот эти два чая я уже испробовала. Кстати, вот этот чай самый дорогой, но это даже не чай, это просто травка. Мята, мелиса, лаванда. И она очень-очень мятная. Ее нужно меньше чайной ложечки ложить. Я положила чайную ложечку, прям даже немножко сверху. И очень-очень такая мятная получилась. Вот. Стоит 219 рублей, но я думаю, что, ну, не знаю, я не могу сказать, что этот чай особо там какой-то сделал свой роль. Они аналогичны, вот эти все чаи, они как бы действия, скажем так, они успокаивают. Да, сон, спокойный сон. Но я не могу сказать, что я сплю дольше. Также вот и сплю, ну, как, хорошо, что там не 3-4 часа, но 6 часов где-то я сплю. Каждый день, девочки, просыпаюсь без 24 ночи, и это уже стабильно. И засыпаю примерно где-то вот, ну, около 10, там, без 20-10, вот так вот. Я поворачиваюсь на бочок, закрываю глаза, там, таймер ставлю на телевизор, и все. Вот. По вкусу вот этот чай, вот этот чай, ну, они такие лайтовые, легенькие, но я бы вот выбрала что-то из них. В принципе, они стоят одинаково. 59 рублей, 59, этот 66. Ну, это вот нормальная такая цена, а тот 219, я тот уже брать больше не буду. Вот. И, в общем-то, все. Я попробовала позавчера этот чай, и не могу сказать. А сегодня, кстати, вчера вечером, я на ночь никакого чая не пила, и разницы нет. Без разницы все абсолютно. И также я вам обещала сказать за вот этот крем ночной, свой отзыв, да. Ну, тогда я намазала лицо вот этим кремом. Крем очень приятный, и запах такой, знаете, вот как в спа-салоне. Приятный запах, консистенция, все легкие, хорошо. Ну, также, в общем-то, сплю, сплю хорошо, но 6 часов, и все, просыпаюсь. Вот. Так что, в общем, скажу вам, что все эти средства, они так не продлевают сон, но, по крайней мере, спокойный сон, хороший. Прям заснула и проснулась. Вот прекрасно. Ну, за 6 часов прекрасно уже высыпаюсь, хорошо себя чувствую. Так, ну, а сейчас я волосы подберу, и хочу сделать депиляцию усиков. Сегодня у меня такой день. Я сегодня, в общем-то, хотела себе сделать выходной, но не знаю, насколько он у меня получится, выходной полностью или не полностью, потому что Наташа сегодня работает, должна была быть выходная. И, возможно, мне Настю надо будет забирать, но, по крайней мере, день у меня, полдня, по крайней мере, у меня есть, принадлежит себе. И, в общем, сейчас я хочу сделать уходик, потом пойти искупаться, ну, и потом дальше будет видно. Так, ну, все, я принесла зеркало. В общем, крем-депилятор 3 в 1 от Фаберлик и масло после депиляции. Вы помните, если кто-то меня смотрит давно, ну, помните, как я раньше мучилась вот этими восковыми полосками. Это так больно, это так ужасно. И вот я для себя нашла такую вот находку, и теперь пользуюсь вот этим кремом. Ну, в общем-то, не часто мне приходится эту процедуру делать, но сейчас я смотрю, что пора бы уже ее сделать. Вот. В общем, этот крем-депилятор я наношу на нужные мне участки. И, в общем, на 5 минут держать. Ну, смотреть надо по результату, но не больше 15 минут держать. В общем, сейчас я нанесу. Усики надо мне мои удалить. Они у меня уже тут появились. Вот. Потом просто смыть водой без моющего средства. Взяла увеличительное зеркало, как хорошо очки надевать надо. А снимать я буду вот это все лопаточкой. Так раз, раз. Здорово. И все. И готово. Не больно, это приятная процедура делается. Легко, непримужденно. А потом нанести маслицу вот это. И все хорошо. Так, ну все, девочки. Я пока отключаюсь, потом вернусь я к вам. Так, прошло минут 7-8, а может и 9. В общем, снимается, но не все еще. Надо еще чуть-чуть подержать. Мелкие снимаются, а те, которые... Покрупнее еще не снимаются. Сейчас еще нанесу, еще чуть-чуть подержу. Прошло уже 12 минут. Ну, начинает чуть-чуть пощипывать, поэтому я думаю, что надо все это уже удалить. Ну, если там чуть-чуть где-то осталось пинцетиком. А может не осталось. Мне прям так нравится, когда вот так вот раз, и волосиков нету. Здорово. Так, ну все, сейчас вот это снимаю и иду умываться. Все, девочки, я умылась. Ничего не осталось. Прекрасно, все замечательно. И сейчас вот этим маслицем раз намажу. Оно успокаивает кожу. Ну, уход делает заодно. И похожу с маслицем чуть-чуть вот так вот. Раз, раз, раз. Все. Прекрасненько, отличненько. Так, ну все. Теперь можно пойти искупаться. Потом попозже я к вам вернусь. Кстати, заметили, бровки уже не настолько яркие. Все. Бровки прекрасно выглядят. Девочки, я вышла из дома. Иду в садик. В садик я иду сегодня пораньше. Так, что-то мне не нравится. Освечивает солнце. Пораньше иду. Почему? Ну, у Наташи сегодня рабочий день. Хотя должен был быть выходной. Она на свои выходные записала Настю на подготовительные занятия. В общем, к школе готовимся. И я сегодня отведу ее. Сейчас с садика раньше заберу. Отведу ее на занятия сейчас подготовительные. Там часик занимаемся. И оттуда уже отведу ее на тренировку. Сегодня тренировка. Так что вот такие вот у нас планы. Ну, между этими занятиями там еще перекусим. Ну, Настя перекусит. Я уже дома поела. Взяла ей печенька. Банан, сок. В общем, сейчас, может быть, еще что-нибудь по дороге прихвачу. Так что вот так. Так. Солнце сзади. Отсвечивает. У меня, наверное, плохо видно. Да? Ладно. Вот так, наверное, будет лучше. Я вам заодно травушки-муравушки покажу. Вот, цветочки разные растут. Вот так чуть-чуть пойдем. Ой, на улице, знаете, в окно посмотришь, кажется, жара-жара. Солнце прямо светит. Небо абсолютно чистое. О, какое голубое-голубое небо. Классно. Вот. И кажется, жарко. Но на самом деле температура невысокая. Градусов 10 сейчас. И ветерочек. Так что не жарко. Ну, вот такая вот золотистая осень. Вообще красиво. Вообще, я люблю, когда осенью. Хорошая погода. Красные такие цветочки. Вот типа как бабье лето. Ну, сейчас еще вроде как бабье лето. Только чуть-чуть. Просто прохладнее стало. Не так тепло. Хотя вроде бы передают, что будет потепление к выходным. Ну, посмотрим. Вот женщина поливает цветочки. Правильно. Потепление до 20 градусов. Вроде бы так. Но очень интересно. Действительно, это будет так. Суббота, воскресенье. А может быть, это будет один день. А может быть, два. Не знаю. Так. Ну, ладно. Идем. Иду по тенистой аллейке. Я смотрю, вот эта вот акация, да, роняя свои, свои вот эти вот сережки. Я помню, в детстве мы любили вот это собирать. Чистили мы эти семечки. Такие были кругленькие, тарахтящие. И мы тарахтили ими. Вот такая вот штука. Красиво пройти вот здесь. Это у нас дом-интернат. Дом престарелых. Дом-интернат. Прям вот хоть открытку такую нарисую. Вот там, видите, прямо стоит машина белая. А кто-то, кстати говоря, из подписчиков у меня спрашивал, где вы покупали домашнюю сметану, домашнее молоко. Кстати, вчера купила 2 литра молока. Но молоко также по 65 рублей литр. Сметана теперь уже 250 стоит. Ну, такая классная. Она прям как сливки, жиденькая. Я вчера пришла и прям не могла от неё оторваться. И вот этот, как дом престарелых у нас называют. Ну, дом-интернат называется. А здесь, вот на углу, здесь стоит вот эта вот машина. Машина-фургон. Я вам её снимала. С той стороны там прилавок. И продают. Ну, там не только молоко, сметану. И творог, и домашнее масло деревенское такое. И ещё там сыры, колбасы, что-то ещё продают. Так что, кому интересно, кто живёт в Александровке. Ну, по крайней мере, молоко, сметану я прям одобряю. Сто процентов. Брала творог 200 рублей килограмм, делала запеканку. Для запеканки нормальный творог. Но вообще, по-моему, он сделан из-за брата. И он, скорее всего, обезжиренный. Ну, а так-то, в принципе, нормальный. Сейчас покажу. Вот, видите, прилавочек с этой стороны открыт. И вот здесь вот. Здравствуйте. Я уже там как постоянный клиент. И здесь вот я покупаю сметанку и молочко. Девочки, смотрите, какой красивый клён. Какой он золотистый. И вот ещё один. Классно. В общем, Настя её забрала. Пока она сейчас кушает банан. Потому что забрала её раньше, чем полдник у них. Бананчик тоже жёлтенький. Сейчас Настя бананчик поест, потом позанимается. Потом пойдём в тренировку. В раздевалочке ещё там печенька, сок дам. Так что... Вот это, кстати говоря, олейка. Моя любимая, по которой я обычно хожу. Смотрите, сколько тут листиков жёлтых, кленовых лежит. Вот. И солнышко. Сегодня вообще солнце светит. Но ветер очень сильный. Временами как подует. Просто сносит. Сносит просто. С ног сбивает. Да. Классно. Красота. Я вам так вот олейку ещё, по-моему, ни разу не снимала. Всё время себя до себя показываю. Девочки, мимо цветочков пройти не могу. Я знаю, что у кого-то уже... Уже снег выпал. Но у нас ещё тепло. Смотрите. Порадую вас цветочками. Всё. Мы дальше помчались. Вот ещё по одной олеечке идём. Такая вот олеечка. Кстати, здесь потише. Ветер не дует так сильно. Ну, потому что с одной стороны дома, с другой забор. Наверное, поэтому. Вот. Вот она. Красота. Вот. Мы сейчас идём по этой олеечке. И мы иногда сюда с папой ходим. Там впереди есть площадка. И я вам хочу рассказать. Рассказать можно? Валя о своих стихах. Расскажу. Солочистая я тыква. Очень к солнышку привыкла. Солнышко со мной схожи. На меня оно похоже. О, прошу. Что за шум там? Что за гром? Опять свита женихом. О, прошу вас, помогите. Мою дочь освободите. Молодец. Молодец какая. Умница. Я там королева. Куда ты сейчас идёшь, скажи? На подготовку. На подготовку, на занятия, да? Так, ну всё. Мы скоро придём. Поэтому мы уже немножко отключимся. Пока. Девочки, смотрите, какой я нашла пейзаж. Классный. Ой-ой-ой, как здорово. Так, а что это за поля у нас? А, это поля, это бывший аэропорт. Я смотрю, там даже вот стоги сена свалены. Да-да-да. И там дальше вокзал я вижу. Вот там вот вокзал бывший. Аэровокзал. Здорово. А вот это вот роща. Это дом находится на краю. Самый крайний. И вот я смотрю, там какое-то поле. Там, наверное, футбол гоняют. Внизу площадочка. Я Настю оставила позаниматься и решила немножко прогуляться. Пошла я туда прогуляюсь. Мне тут явно нравятся. Такие, смотрите, ещё красивые цветочки, какие я увидела. Ой, какая прелесть. Они так далеко светятся на солнышке. Вот сиреневые такие. Ой, вот это вот дубки мне нравятся. Такие вот хорошенькие. Они так долго стоят. Цветочки. Розочки чуть-чуть подвяли. И жёлтенькие. И беленькие. Какие красивые. Как много. Девочки, у кого цветы уже не растут на улице, смотрите, наслаждайтесь. Ну всё, пойдёмте в рощу прогуляемся. Здесь так тихо. Но, конечно, вечером страшно. Мне было бы страшно здесь ходить вечером. Вот дома тут совершенно рядом. И в то же время есть рядом роща. Или это парк сделали. Я здесь ни разу не была. Ни разу. Ну вообще, я даже не была вот в этих домах, которые тут уже построили. Я с молодостью сюда не забредала. Вот, я смотрю, люди гуляют. И с собачками. А вот аллейка. Туда идёт далеко-далеко. Не видно, где край. И там что-то. Вообще, помню, здесь когда-то в моей молодости была роща. Мы на шашлык сюда ходили. С мужем. Детки ещё у меня были маленькие. С друзьями приходили. Вот. И здесь была просто сплошная роща. Не облагороженная никаких аллеек. Ничего. И вот так вот на природе. А сейчас я смотрю, там аллеечка. И вот здесь вот я смотрю, тоже аллеечка. Видно, что здесь не грязь какая-нибудь. Плиточка лежит. Вот. Так что здесь можно и с детьми на колясочке погулять. Вот она аллеечка. Далеко-далеко ведёт. Но тут вот гуляют люди. О, какая прелесть, а. Вот так вот. Видите, нежданно, негаданно. И я каким-то чудесным образом оказалась в рощи, в парке. Парк это ли роща, не знаю. А, кстати, кто-то говорил мне. Ещё как-то так писали кто-то. Снимите нам рощу. Я тогда не помню, что я ответила или не ответила. Но подумала, что в рощу я одна не пойду. Вот. Ну, а так как сейчас ещё светло. Здесь полно людей гуляет. Любопытно мне, что ж там дальше. Я вижу там как будто какая-то полянка. И там светит солнце. Надо туда дойти. Сейчас дойду, посмотрим, что там. Ну, тут помимо вот этих двух аллей, ещё между ними вот такие вот дорожки. Соединяют эти две аллеи. Так что здесь и везде плиточка лежит. Так что здесь не страшно. Ну, здесь, конечно, не убирается. Хотя я смотрю, что здесь тоже как... Вроде как клумба должна быть. И вот такие вот лежат палки. Посидеть можно присесть. Кормушечки там кто-то вешает. Птичек тут кормят. Да, где-то тут вот мы на шашлык приходили. Здесь сплошная роща была. Просто сплошняком. Да, времена меняются. Всё меняется. Вот. А тут ещё вот такая как бы клумба запущенная. Никто не ухаживает. Туда идёт тропинка. Туда. Налево. Я смотрю, кормушек, вот пока я шла, я не знаю, много я насчитала. Вот такие вот пятилитровые бутылочки, как кормушки. Ну, что-то они все пустые и какие-то они запущенные. Никто не занимается птичками. Может быть, летом занимались. Сейчас решили, что уже всё, хватит. Осень наступила. Ой, как красно, классно. Солнышко светит, такая красота. Я не налюбуюсь прямо, честно говоря. Вот. В общем, людей хватает здесь погулять. Да, а для собачек здесь благодать, для собаководов. Есть где погулять с собаками, побегают собаки тут от души. В общем, я сворачиваю. Я смотрю, там дальше ещё тропиночка уже идёт. Но там уже нету плитки. Она вот тут уже заканчивается. Ну, и дальше я не пойду. Там что делать. О, какие деревья. Какая красота. Вот так вот осенний пейзаж. И вот по другой аллеечке параллельной я возвращаюсь и иду назад. Да, девочки. Вообще, вот я иду и думаю, да, здесь, конечно, уже как парк. И уже здесь ясно дело, что шашлык не пожаришь. Уже облагородили всё. Раньше здесь не хватает сейчас какой-то, знаете, дикости. Дикости. Раньше было как дикое место в конце нашего посёлка. В общем, такая роща, где просто можно было прийти, уединиться, пожарить шашлыки, отдохнуть на природе. А сейчас вот природа облагораживает кругом. Вот ещё клён такой жёлтенький, красивый. Всё облагородили, всё благородно, чинно. 21 век. Это не то, что был 20-й, где мы тут отдыхали. Всё уже по-другому. Но что-то я вот не наблюдаю тут лавочек. А лавочек не хватает. Хотя, если бы здесь были бы лавочки, наверное, тут молодёжь бы, наверное, отдыхала, да? Поэтому их нету. Кто хочет, может на брёвнышко присесть. Ну, хотя бы несколько штук поставили бы. Вот я бы сейчас присела бы тут, чуть-чуть посидела, подышала бы свежим воздухом в тишине. Здесь хорошо, что тишина. Здесь как-то отдалённо от дороги, от проспекта. Вот это вот удовольствие. Ну, вот побывала в парке. Теперь знаю, что здесь есть такое место. Недалеко от дома, в шаговой доступности. Не надо никуда ехать. Хочется сняться на таком пейзаже. Я прям смотрю, чётко так видно лицо. Прямо чётенько. На обложку, чтобы для обложки хочется сняться. Да, просто классно, что я тут прогулялась. Мне, честно говоря, уходить отсюда не хочется. Но я уже сделала круг и вернулась туда, откуда зашла. В общем-то, ещё один круг мне делать не хочется. Ножки чуть-чуть хотят отдохнуть. Но, не знаю, сейчас пройдусь. Может быть, где-нибудь найду брёвнышко. Присяду на брёвнышке посижу. Ой, какая ляпота! Какая ляпота! Да, просто невероятно! Как здорово, как красиво! Да? Вот вы со мной прогулялись. А вы мне говорите, мама, чё ли, гулять надо почаще? Во! Сама прогулялась и вас выгуляла, девочки. Вижу какое-то брёвнышко. Сейчас посмотрю, если оно чистое. Чуть-чуть посижу, отдохну. И потом посмотрим. Может быть, ещё пройдусь. А может быть, и не пройдусь, может быть. Так, это брёвнышко слишком низкое. Пойду ещё посмотрю. Я смотрю вот там, а что это за деревья? Красные листья. А ну-ка, сейчас пройдём туда, посмотрим. Видите, как тут всё устроено? Видите? О, как! Классно! Мне нравится. Сделали круг. Пошли. Хочу посмотреть, что это за растение с красной весеной. Ой, не надышишься просто. Осень подходит к концу. Скоро начнётся зима, холода, снег, метель. Уже у кого-то началось. И всё. И до весны будем вот это вот прятаться от мороза. И вот, честно говоря, вот так вот уже не надышишься. Что это? Это дикий виноград, наверное, стелется прямо. Сейчас покажу. Вам, что это такое. О, ямы тут ещё под ногами. Видите листья красные? Кстати, я вижу, они напротив. И они прям поднимаются до самых верхушек деревьев. О, я даже не заметила. Покажу вам с той стороны. Вот там, видите? Классно, да? Кто-то может сказать, а чё-то мама чоли всему радуется. Что такое? Да человек я такой, знаете, жизнерадостный. Меня радует всё. Солнышко. Разные цвета, разноцветные такие краски. Природа, это ж вообще чудо. Это красота. Просто класс. Природу люблю. И вот, когда тут всё складывается. Свежий воздух, тишина, солнышко, хорошая погода. Не холодно, не жарко. Всё классно. Всё, девочки, ладно, я закругляюсь, ветер подул. Не хочу вас сильно загружать вот этим всем разговором. В общем, продолжу позже. Я смотрю, тут шиповник растёт. Вот такие вот цветочки ещё есть. Дубки белые. Вот такие. А вот это что интересно? Большие такие цветки. Очень похожи вообще на подсолнух. Но что-то нет. Это не подсолнух. Или это какой-то декоративный подсолнух. Кстати, кто знает, что это такое? Очень сильно похоже на подсолнух. Да, погода, я бы сказала, клёвая. Если бы не этот ветер. Потому что ветер дует временами очень сильный. И прям холодный. Сейчас так сидела на лавочке, так подуло, что у меня уши даже замёрзли. Так, ну ладно, время, в общем-то, уже приближается Настю забирать. Пойду я за ней. Всё, мы уже на тренировку пришли. Да. Ой, молодец. Ой, молодец. Так. Всё, мы уже на тренировке. Настя печенька покушала, водичкой запила. Остальное будешь кушать после тренировки. Всё, давай. Ну не после тренировки, может что-то после тренировки, а может что-то после еды дома. Ну, понятное дело, я тебе пакет отдала. С едой. Здрасте. А ты уже там сама распорядишься. Сама знаешь, когда тебе что покушать. Всё, я пошла целую бабушку. Всё. Всем пока-пока. Пока-пока. Давай, муча. Девочки, я уже дома. Смотрите, какое небо красивое. Я выключила свет, чтобы было видно. Я не знаю, наверное, экран так не передаёт. На горизонте прям такое багровое. Потом оно идёт чуть выше, как жёлтенькое. Это вот солнышко садится. Завтра опять будет ветер, да? Когда вот красное. Тогда значит ветер. Так, ну всё, я дома буду отдыхать теперь. Ну вот и подошёл к концу сегодняшний день, девочки. Совершенно нежданно, негаданно, видите, я попала в рощу. Да в такую красивую, золотую, золотую осень. И я рада, что я это сняла и вам смонтирую, покажу завтра. Вот. И я посмотрела по времени уже видео довольно длинное. Я уже вам говорила, длинные видео мне слишком длинные. Делать нежелательно. Мне их сложно очень долго монтировать. А я завтра хочу сделать себе выходной день. Отдохнуть в течение дня. Ну, вечером я за Настей пойду в садик. Вечером уже вечер проведу с Настей. Может быть вечером включусь. Ну, а я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Понравилась ли вам роща эта. И спокойной ночи пожелать вам хочу. Пишите комментарии. Кому видео понравилось, ставьте лайк, как всегда. Подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...